Доброго времени суток, зритель! Это Электроник, и я приветствую тебя на моем канале ютуба, если ты решил посмотреть мой новый гайд по дрововику S12 из Call of Duty Advanced Warfare. У него нет реального аналога, и до одиннадцатой части код мы еще никогда не видели этого смертоносного оружия, выполненного по схему биллпап, стреляющего с неимоверной для дрововиков скоростью, отчего от него практически нет спасения противника, упавшего под его фронтальную струю финса. Если оружие ближнего боя САК-3 Акимбо эффективен вблизи и хоть иногда способен поражать противника в далеке, то S12 вообще не имеет никаких шансов хоть чем-то ответить на открытых участках карт, вдали расположенным противником. Так устроены его пули, которые полностью теряют свою больность уже на средней, ну и дальней дистанции. Поэтому тактика игры с ним будет очень схожа на тактику САК-3. Постоянный рашинг сближений, поглавливание противника в усилих коридорах в комнатах, где S12 наиболее опасен, а также зачистка и сбитие захватов на точках в режиме доминации торт-поинт. Причем он будет эффективен как на классике, так и на хардкоре. Но в любом случае, поначалу с ним будет очень и очень нелегко. Из-за урезанной дальности дробовика, неаккуратно выбежав на противника вне зоны досягаемости S12, вы будете становиться его легкой добычей. И первым делом нужно будет поскорее открыть модуль улучшенная нарезка и лазерный целебуказатель, с которым можно будет играть намного агрессивнее. Увеличится эффективная дальность и попадать от бедра станет легче, при этом не давняя скорость. Часто цериться с S12 я не рекомендую, это не тот тип пушек, чтобы аккуратно чувствовать важную скорость атаки, не дающая противнику принять адекватный ответ. И тут можно быть даже еще агрессивнее, чем с помповым дробовиком, когда в случае промаха у противника еще был шанс у нас перестрелять, а с S12 его шанс уже практически равен нулю. В общем оружие не так легко окажется, к нему нужно привыкнуть. Но потом это скажется на вашей эффективности и освоить его, я частенько на режиме доминации набивал более 40 фрагов, обгоняя всех птшников и других. Причем как на классике, так и на хардкоре. S12 ролик везде. Как и у всех для лазерков, а тем более автоматических и полуавтоматических, у S12 стандартная болезнь. Это низкая дистанция, на которой он прекращает наносить дамаг, что делает его узкокофильным стволом. В данном случае уже на 15 метре он прекращает наносить урон, что в сумме с его огромным разбросом делает его бесполезным уже на средней дистанции. И ситуацию можно исправить модулем «Улучшенная нарезка», увеличив дистанцию в 20 метров, когда дробовик прекращает наносить урон. То есть как видим, учитывая его огромный разброс и отдачу, реальная же эффективная дальность дробовика еще меньше. После обновления урон одной его дробинки везде составляет 20 единиц в упор и 10 в долю. В каждом выстреле по 8 дробинок. То есть оно способно ваншотить вплотную стоящего противника. В магазине С12 8 пуль, а уже с модулем увеличенный магазин станет больше на четверть. Но все равно, что 8-12 пуль выйдут в одно мгновение. Ибо скорострельность у С12 как для дробовика просто колоссальная. Аж 600 выстрелов в минуту. За что я называю ее крупорушкой. За совокупность всех ее бойных характеристик. Перезарядка же у С12 занимает 2 секунды, что совсем неплохо. Говоря о плюсах и минусах этой пушки, конечно же надо учитывать, что это дробовик. И ему свойственны все минусы дробовиков. Разве что есть и один позитивный момент. В отличии от помповых шотганов, у него есть права на ошибки. И если вы пропустите первый выстрел мином, то это не страшно. Пуль хватит, чтобы навестись и добить недруга даже на средней дистанции. Высокий разброс, высокая скорость стрельбы, а вследствие быстро заканчивающийся магазин. Малоэффективность на дальних дистанциях. Необходимость открывать и ставить модели, что делает игру с С12 в начале невыносимой. В сумме все это конечно же превышает чашу весов оставшихся плюсов этой пушки крупоружки. А именно урона, скорости, перезарядки и мобильности. Вывод напрашивается сам. С12 это оружие, с которым игрок жертвует очень важными свойствами оружия ради ближнего боя. Поэтому оно считается узкоплотным и требует правильной пактики ради максимальной от этого отдачи. Из модулей я посоветую три. Это лазерный целевоказатель, лучшая нарезка и увеличенный магазин. Все они в равной степени просто необходимы от пушки. И именно с ними вы поднимете характеристик С12 до приемлемых. Тогда вас не будет смывать, пока вы ничего не сможете сделать в ответ из-за вышепричисленных минусов. А теперь в порядку. С лучшей нарезкой, дальность нанесения минимального урона вырастет с 15 до 20 метров. С лазерным целевоказателем заметно вырастет кучность. Из рекомендуемой мной тактика это будет являться ключевым модулем. Ну а модуль увеличенный магазин и увеличит количество патронов с 8 до 12. Что даст вам свободное дело W и Triple на классике. В первый слот перков я посоветую вставить легковес. Lightweight, с которой можно будет быстрее гасать по карте в поисках противников и соответственно станет легче к ним подбираться на дистанцию, когда С12 уже наносит максимальный урон. Также порекомендовал бы ставить серую мышь, Low Profile, чтобы быть незаметным на мини-карте. А для рашера это очень важно. Если противники часто используют подстволы с гранатами, то ставьте саперный жилет, Flag Check. Но так как на С12 нет под стволом, то ради максимум пары гранат тратиться на перк взрывная волна Danger Close не стоит. Для второго слота я бы не назвал идеального перка. Они в равной степени подошли под С12. В то же время без большого убытка можно сэкономить на втором флоте перков. Так что решать вам. Но я на всяких случаях предупрежу, что перк быстрые руки уже не ускоряет перезарядку в всех частях код. Так что наиболее подходящим перком я бы все таки назвал Кураж, Hand Hole для подкатов и стрельбы на бегу. Ну а главным перком в третьем слоте однозначно является падальщик, Scavenger. Так как патроны С12 жрет с неимоверной скоростью. Если захотите поставить еще один третий перк, то советую отказаться от стойкости. Табнес. Так как я рекомендую меньше целиться и больше двигаться с этим оружием. А остальные перки уже выбирайте под свои потребности и стили игры. В этом гайде я рассмотрел одну из самых тяжелых для освоения пушек. Дробовик С12. Который труден в обучении, но щедр на фраге. Когда вы его уже прокачали и поставили нужной модель. И играете с правильной тактикой. Раш на задержание, постоянное движение с поливанием свинцом противника. Плюс резкий экземануэль. Тактика чем-то даже похожа на тактику с Сактриакинга. Но еще немного сложнее. Из-за падения или полного отсутствия урона уже на средней дистанции. Главное начав играть С12, не бросить это и все таки открыть модель. Тогда вы наверное оцените его малочисленные плюсы. Которых конечно же меньше чем минусов. Но это не делает С12 совсем не нужным в игре. С ним вы можете доминировать в закрытых пространствах. наших кемперов в засевших углах. Не оставляем им шансов. Дерзайте. А я прощаюсь и до встречи в моих новых гайдах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok